Здравствуйте, уважаемые зрители телеканала Десна ТВ. С вами Любовь Мишакова. Вначале коротко о том, что сегодня в выпуске. Мне нравится этот праздник, потому что... Присечен сбыт психотропного вещества в особо крупном размере. Библиотекари рассказали детям о городах России. Оборудование загружается в шахты ПГС. Подальше эти роботы перемещаются между трактами и одевают хомут снаружи. Новости Росатома. Роботы на АЭС. А теперь об этих и других событиях подробнее. Как улучшить инвестиционные... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова ...которые проходят минимум три раза за летний период, Целый час мы вместе, дружно, всей командой разделены на две части. В основном состоит программа из эстафет. Сражаемся, боремся с друг другом. И каждый раз побеждает только дружба. У нас дети все одного возраста. То есть ребенок значит ребенок. Надо любого ребенка развлекать. В программу входили спортивно-развлекательные эстафеты, игры на ловкость и внимание, смекалку и находчивость. Дети с удовольствием принимали участие в конкурсе рисунков на асфальте. Рисовали все прелести лета. Море, солнце, цветы, мир и дружбу. Ребята получили много положительных эмоций и незабываемые впечатления. Повсюду царили детский смех и радость. Мне очень нравится то, что здесь весело. Энергию даешь. Мне нравится этот праздник. Потому что он веселый, детский. И за музыки нравится. Музыка красивая. Завершился праздник раздачей сладких подарков. Смоленский регион начал переходить на выдачу электронных листов нетрудоспособности. При этом бумажные больничные также будут действительны. Самые первые цифровые больничные были выданы в медсанчасти 135 нашего города, а также во второй поликлинике Смоленска. В учреждениях, где обкатывается новая система, опробовать ее решили на самих медработниках. К концу следующего года электронные больничные можно будет оформить во всех медучреждениях региона. А принимать их уже сегодня готовы 20 предприятий Смоленщины. Начальник регионального МВД Василий Салютин встретился с журналистами и рассказал о работе полицейских в первом полугодии. Согласно официальным результатам ведомственной оценки, Смоленское управление МВД занимает пятое место по эффективности работы среди 84 регионов страны. В целом, итоги истекшего полугодия характеризуются общим снижением количества зарегистрированных преступлений, в том числе тяжких и особо тяжких, фактов причинения тяжкого вреда здоровью, разбойных нападений. В Смоленской области полицейские пресекли сбыт психотропного вещества в особо крупном размере. У двоих подозреваемых изъято свыше 500 грамм амфетамина. Подробности в сюжете. В результате оперативно-розыскных мероприятий был задержан подозреваемый, местный житель 1991 года рождения. В его автомобиле обнаружили салфетки, предположительно пропитанные амфетамином, а также бутылку с жидкостью, в которую мог быть добавлен наркотик. Экспертиза показала, что это амфетамин массой более 150 грамм. В ходе дальнейшего расследования задержали организатора незаконной деятельности. По месту жительства 25-летнего мужчины обнаружили и изъяли 26 свертков с порошкообразным веществом белого цвета, бутылку с подозрительной жидкостью, а также предметы для изготовления наркотика. Проведенная экспертиза показала, что общая масса изъятого составила 360 грамм и также является амфетамином. В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями Уголовного кодекса, незаконный оборот наркотических средств и незаконные производства, сбыта, пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Максимальное наказание, предусмотренное данными статьями, до 20 лет лишения свободы. Расследование уголовного дела продолжается. Специальный корреспондент ГТРК «Смоленск» Екатерина Левицкая стала обладателем гран-при Всероссийского фестиваля «Мир права» в Саратове. Специальный репортаж об удивительной деревне Шапы Смоленской области, где жители взяли на воспитание детей, чтобы спасти населенный пункт от вымирания, получил сразу две награды, как лучший сюжет о защите семьи и детства и гран-при фестиваля. От души поздравляем коллегу с победой! Сотрудники детской библиотеки Десногорска рассказали воспитанникам детского лагеря «Созвездие» о городах России. Подробности далее. Это традиционное мероприятие, которое еженедельно проходит в стенах детской библиотеки. Каждый раз ребят стараются удивить новыми интересными фактами и событиями. В этот раз ребятам поведали о разных городах нашей страны и их достопримечательностях. Например, школьникам объяснили происхождение слова «Русь». Оно ведет свои истоки от слова «русло» – Русь, страна рек и озер. Дети внимательно слушали и активно участвовали в известной игре «Города». Они и сами с удовольствием рассказывали о том, что знают. Ребята узнали о том, что в нашей стране проживает более 190 национальностей, что нам есть чем и кем гордиться. Это Александр Пушкин, Петр Чайковский, Майя Плесецкая и Юрий Гагарин. Вот далеко не весь список великих имен России. А сколько у нас городов-миллионников? Оказывается, их 15. Очень понравилось смотреть самые большие города-миллионники, потому что многих городов я даже и не задумывалась, что у них так много населения. Подобные встречи в детской библиотеке расширяют кругозор школьников и помогают им в дальнейшем обучении. На соборном дворе в Смоленске возведен постамент будущего памятника Владимиру Мономаху. Проект памятника, выбранный лично патриархом Кириллом, как самый лучший, выполнен Игорем Чумаковым. Сейчас завершается изготовление скульптуры. В начале августа памятник будет отлит в мастерской в Катане. Планируется, что все работы завершатся к 15 августа. Российская академия наук и госкорпорация «Росатом» объединяет усилия для решения задач роботизации объектов атомной отрасли. Основная цель внедрения роботов на атомных объектах – повышение уровня безопасности персонала и увеличение производительности труда. Вместо бригады рабочих – один оператор. Вместо нескольких дней тяжелого физического труда – несколько часов работы за монитором компьютера. Упрощение ремонтно-профилактических мероприятий и существенное сокращение их сроков на первом энергоблоке Курской АЭС стало возможным благодаря роботам. Именно с их помощью на атомной станции была успешно проведена одна из самых трудоемких операций – восстановление телескопических соединений тракта в реакторных установках РБМК-1000. Все оборудование загружается в шахту ПГС, подальше эти роботы перемещаются между трактами и одевают хомут снаружи. Управление все происходит с этих пультов. Использование роботов на атомных станциях обсуждалось на Научно-техническом совете по робототехнике и мехатронике на Нововоронежской АЭС. В рамках совещания представителям Российской Академии Наук и Госкорпорации «Росатом» были представлены новейшие образцы роботизированных комплексов. В частности, полностью автоматизированная установка по упрочнению сварных соединений трубопроводов. Значит, тут у нас ролик под усилием в районе 300 кг давит на сварное соединение. Тем самым создает сжимающее напряжение и повышает прочность, твердость металла на 60%. Умные механизмы способны существенно улучшить производственный процесс. И в атомной отрасли есть опыт их успешного внедрения в работу. Например, для загрузки топлива в реактор используется перегрузочная машина, управляемая дистанционно. А контроль за этим процессом осуществляется с помощью специальных телевизионных систем. Но применение роботов всегда должно быть оправдано. Роботизировать надо то, что непосредственно приведет к увеличению производительности, к увеличению безопасности. То есть для решения тех практических задач, которые важны в этой отрасли. Одной из актуальных проблем на сегодняшний день является вывод из эксплуатации отработавших свой ресурс энергоблоков и работа с радиоактивными отходами. На ее решение с использованием роботизированных систем и будет направлено сотрудничество ученых Росатома и Академии наук. И в заключении новости спорта. 12 выпускников Смоленской Академии спорта разных выпусков вошли в состав сборной России по фехтованию. И сейчас на чемпионате мира, который проходит в Лейпциге, показывают отличные результаты. Первую в карьере золотую медаль завоевала Татьяна Гудкова. Она стала лучшей в фехтовании на шпагах. Ранее золото в рапирном женском фехтовании взяла Инна Дереглазова. А у мужской сабли бронзовая награда у Камиля Ибрагимова. И это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте телеканала «Десна». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова